К сожалению, приехали мы с одной большой сумкой. Денег было совсем чуть-чуть и, в принципе, они практически кончились в первый же месяц. Просто у нас там в тот момент мы дом купили в Крыму, Алексеевка, этот Первомайский район. Водопрод провели и все. У нас 4 семьи сразу переезжало. И мы по возможности хотели, чтобы были где-то вместе. В одном селе, в одном каком-то, если в городе, в районе. Ну, близко, чтобы могли мы непосредственно вести контакт, встречаться, общаться и так далее. Вот. И так получилось, что в уртожиток Галина Андреевна, директор лицея, оптом нас приняла. Как бы чудово вообще. Так говорится, вот наш офис. Тут мы работаем. Вот слышите, да? Только что было. Вот. Там рубят, здесь собирают. И мы тут непосредственно работаем. То есть идет рубка дерева. Стволы забираются, к примеру. А вот этот все хлам, мусор, собирается аккуратно в кучке. То есть немножко территорию облагораживает. У нас еще и это, стоит такая разъяснительная работа. Что есть ислам, кто такие носители ислама. То есть люди еще у нас видят, ну, какой-то негативный оттенок, вот, то, что в СМИ в основном показывают и так далее. Все упирается в незнание. То есть люди иногда со своим пониманием пытаются, ну, например, там, пригласить на 100 грамм, к примеру, да. Сельский житель, скажем, типичный сельский житель, он мало чего знает. И иногда просто по своей простоте зовет, просит, думает, как бы, угостить. Ну, мы объясняем, что лучше пускай там фиджанчик кофе поставят, уже будет хорошо. Так что находим точки соприкосновения. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Сама рэп. Сама рэп. Как справа у вас? Нормально? Да. Что, как вы попрацювали? Как ваш день? Нормально. Сегодня короткий день. Еще выпустил их. Угу. Сейчас молитву будем делать. Угу. Угу. У нас такая рома и держится, что мужчина в семье, в общем, за все отвечает. Любые вопросы какие-то, если есть, то как к мужчине. Наши мужчины, как бы, не сидят на месте, тоже всегда что-то стараются делать, чтобы был какой-то доход. Пока нам, как бы, на жизнь, ну, хватает на месяц то, что они зарабатывают. Ну, это с учетом того, что нам вот многие организации сейчас помогают нам. То есть, какими нужными продуктами они, в принципе, нас обеспечивают на данный момент. Готовим на три семьи. Ну, чтобы, знаете, там, одна кухня, чтобы там разных этих не было. И хозяек не было. Да. Как бы тесновато, и плита здесь не все работают, вот эти комфорки. Куда вы делаете кушать? Сейчас, сейчас, поспей, поползти. Специфика у нас как, что, ну, как бы, в одном помещении я не могу, конечно, с его женой, да, к примеру, ну, в одной комнате. Поэтому иногда бывает, что вот моя жена на кухне, а он не может зайти. То есть, люди, ну, то есть, он приходит либо меня попросить, либо Мухаммад, так как он еще маленький, несовершеннолетний, то он может, в принципе, зайти и там соль взять или что-то надо. То есть, вот такие нюансы. А так нам туда же это обогреватель, водонагреватель поставили. То есть, горячая вода есть, в принципе, вода, водопровод, электрическая печка. Отлично. Пока это устраивает. Есть такие ситуации, в которых люди и похуже живут. И как бы, слава богу, что мы здесь живем, и как бы нам некуда, как бы, рыпаться. А так, конечно, если будет возможность, то хотелось бы, чтобы что-то такое свое. Свой дом – это не общежитие. Свой дом можешь выйти в огород, там что-то сделать, детей даже просто вывезти во двор и будешь спокойно. А что-то здесь спуститься, это со второй, это же с колясками, это немножко сложновато. Наш дом, который мы смогли по международному проекту получить. После того, как вышел проект, международный комиссариат начал помогать беженцам, переселенным из Крыма. Я услышал это непосредственно от Энвера, который занимается делами переселенцев из Крыма, из Крымской хвылы организации. Проект гласил так, что для переселенцев обустроить жилье, не приобрести, а обустраивание жилья, или же бизнеса. Энвер им объяснил, что это многодетная семья и без жилья, а за эти же деньги можно и дом приобрести. И таким образом они рассмотрели и одобрение усиленного. В общем, на будущее, ну, это планы, пока я не знаю, как они реализуются, но я приблизительно так планирую, сначала в дом заселиться, чтобы уже быть здесь непосредственно на объекте. И уже после этого ремонта подвода коммуникаций, когда дом уже я доделаю, даст Бог, перейти на постройку гаражей, перестройку, реконструкцию. Заложить вот эти вот ворота, оставить вход, дверь одну, и окна оставить, сзади пробить окна. В принципе, все. На втором этаже там уже сделать, как на мансарде, на крыше вот здесь. На дом при хорошем раскладе года четыре уйдет, чтобы что-то здесь появилось существенное. Как бы, чтобы уже было видно, а, здесь какое-то производство, здесь жилые дома. Ну вот, хочу себе взять коптильную установку и холодильное оборудование, чтобы хранить мясо и коптить. И заниматься именно переработкой мяса, мясом. Ну, такое, небольшое. Именно будет продукция качественная, ну, будет иметь, конечно, цену соответствующую. Добрый день. Тут не беда, то и будет, но, если могут заходить, то и жить, то и уже. Вот, с соседами будут, то и что-то мы поможем, то и так. А может, и мы поможем. А может, вы нам поможете. Так? Так, с соседами. Так, с соседами, так. Так, с соседами, так. Так.